Ну что же, здравствуйте, пацанючек, с тобой снова я, Кирилл. Ну и мы продолжаем, да, продолжаем проходить Evil Bezin. Уже у нас второй сезон, вторая серия. Ну что же, да, продолжаем. Кстати, хочу тебе заметить, что вчера я, в общем, забыл у тебя зарядку от телефона. Такая, в общем, у меня херотень произошла. Но, благо, у меня оказался от X-Play провод USB, и теперь я смогу это прохождение, после того, как его запишу, перенести на телефон. Я уже думал, всё, капец. Плюс у меня ещё телефон разорядился, думал, всё, сейчас. Просто обосрусь от страха. Но потом, когда нашёл это USB, USB кабель, я просто обрадовался. Ну ладно, сейчас не об этом. Ну что же, у нас заявил Визин, и мы, собственно, добрались в лес, мы нашли Лезли. Мы, к сожалению, к большому, нашли мёртвым Коннелли, офицера, который водил машину, полицейскую машину в начале игры, который потом мутировал при поездке на машине скорой помощи, и который, к сожалению, умер. И, Себастьян так думал, потом ему пришлось самому его убить. Хороший был чувак, мы так и не нашли Джозефа, мы его ищем, ищем. Что-то у меня такое подозрение, что пропал он куда-то без вести, так мы его и не нашли. То есть, если мы Кидман, этого доктора, которого мы видели вначале в больнице, потом его пациента Лезли уже нашли, там потом они пропали, а Джозефа мы так и не нашли с самого начала игры, с тех пор, как зашли в ту больницу Маяк в Кримсон-Сити. Вот такие вот дела, и сейчас мы зашли в какой-то лес, так как мы разбились на машине скорой помощи, когда прыгнули с обрыва, и, собственно говоря, Себастьян почему-то в параллели оказывался еще и в какой-то больнице, и мы узнали, что можно сохраняться, прокачивая свои навыки на стуле, ну и все в этом роде. Ну и, собственно, так, все нам пока пожигать не будем, собственно говоря, мы также встретили одному незнакомцу в капюшоне, и этот незнакомец мне жутко не понравился. Так, вот тут один чувак стоит, мы научились скрытности, мы можем убивать этих людей, я так и не знаю, что подействовало на их разум, почему они стали зомби, ну и мне немножко, конечно, это обидно, чуть-чуть, да. Скорее всего, тот незнакомец, который убил полицейских в больнице, он все это и замутил. И как раз мы читали в самой первой серии про Стэм, и у меня такое подозрение, что наш Себастьян тоже подключен к этой системе, и что его разум управляет этот, так называемый, незнакомец в капюшоне. Так что я очень сильно волнуюсь нашего главного героя, у нас бутылка. Так что вот такие вот дела, такие вот дела, ничего не поделать. Что есть, то есть. Сейчас наша главная задача найти остальных друзей, найти разгадку, в чем тут, собственно говоря, дело. Потому что, ну, не знаю, нужно разбираться. Так. И все в этом роде. Так, ладно, не будем убрать эти, как называемые, вот, в том стекло. Бутылки, они нам не нужны, они вообще-то, честно, если честно, не нужны. Ну, окей, сейчас мы продолжаем идти дальше, и искать разгадку. Искать разгадку ко всей этой волоките. А, это... Я уже испугался. Ой, 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 ой. Сейчас этот чувак может нас спалить. Нужно поаккуратнее. Да, в этом разрешении, конечно, игра немножко подлагивает, но... Зато полный экран. И меня это радует. Чувак. Ой, 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 ой. Он нас спалил. Так. Так, поджигайся. Так. У них, кстати говоря, можно будет потом брать факелы. А, да, факел, кстати, на место факел. И с помощью факелов, ну, у них будут появляться в основном факелы и топорики у этих зомби. И можно будет потом брать факел, либо топор, и в дальнейшем с одного удара их всех убивать. Ну, можно сказать, что ланшотить. Так, тут очень опасно сейчас переходить, потому что тут растяжка. У меня она серьезно напрягает, потому что я боюсь так проходить. Окей. Так. У нас баночка. Так. 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 Как должное, что ли, не знаю. Так. Окей. Сейчас мы должны будем этого чувака. Так. 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 Как бы тебе это сказать? Не вовремя. Так. 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 Таким вот пылающим огнем. О, еще этот факел. В принципе, можно было его с факелом убить, но скрытное убийство лучше. И вот. Вот она эта отсылка. Это наши знаменитые капканы. И теперь, в отличие от четвертой части, враги в них попадаются. Или, подожди, я не помню. Да. Враги в них попадаются. В четвертой части Резидент Ивола враги в них не попадались. Сука. В этой части в них может попасться не только главный герой, но и тоже враги. И, разумеется, это большая отсылка к Резидент Ивол 4. Потому что, ну, это... Это сразу понятно. Это же видно. Так что, вот такие вот дела. Ну, мы бежим дальше. Вот он был тот домик. Еще одна растяжка. Почему? Господи, боже мой. Помогите. И нас, разумеется, спалили. Как он нас впервые ударил. Он что, вообще охренел? Все горит. Гори сильным пламенем, чувак. Что, ну, мы еще в этом домике найдем? Да хрен мы тут вообще что найдем? Ну, лично мне нравится. Я думаю, тут проход. Это какой-то обычная херня. Так, куда эта дорога ведет? А в никуда она ведет в никуда. Да? Ну, ладно, мы туда бежим дальше. С этим Рубиком иметь дело. Сука! Блин! Я и... Я чуть не обосрался! Твою мать! Мне сейчас так бомбануло по башке, как будто это я взорвался, а не он! Блин! Это... Твою мать! Ай! Ты в божку прям отдал этот звук! Это так неожиданно было. Ааа! Аааааа, сука. Аааа... Прошу прощения, пацанючек. Ничего! Мы сейчас будем использовать наши аптечки. Ай! Твою мать! Сука! Ай! Блин, сейчас так реально неожиданна была эта растяжка поставлена! Я вообще ее не заметил! Это какой-то просто пипец. Она была поставлена так неожиданно, вообще! Это пипец какой-то просто. И, кстати говоря, сейчас они встанут. Да, они встанут в любом случае, поэтому лучше их не поджигать. Хотя, может, лучше поджечь? Попробуем. А, хотя нет. Смотри, можно поджечь. Ну окей. Мы активируем вот это. Эти в ворота поднимут. Блин, это реально пошли. Ты мне, конечно, с извинитом. Сильно там меня бомбануло, но... Это пипец. Это так неожиданно было поставлено. Это растяжка. Я тебе серьезно говорю. Вот такие вот дела. Все же. Мы держим путь дальше. Почему у нас она закрылась? Почему закрылась? Я... Я... Я особо... Я особо... Я особо бумажник забыл. Подождите, не закрывать. Я... Я телефон забыл. Я кошелек забыл там дома. Откройте, пожалуйста. Я заберу и... Не откроют. Суждено мне быть бомжом. К сожалению, я забыл свой телефон. По ту сторону... Этих ставней. Ладно, конечно, шутка. Шутка, шутка. Уми шутки. Итак, ладно, идем дальше. Какой-то лес. Ну, да, лес, в принципе, че. Так. Этот звук мне... Меня очень серьезно напрягает. Что это может быть? Вот так, кстати говоря, вот с такой же опаской я возвращаюсь домой. Когда... В общем, мама звонит по телефону и говорит, да. Сынок, у тебя все нормально с оценками в школе? Ты получил... Я так говорю, мам, да, конечно, все нормально у меня. То есть... А у самого дневники одни двойки по всем предметам. Я вот с такой опаской... Вот с такой вот... Сейчас я покажу с какой. Я вот с такой, короче, опаской вот с такой иду домой. И оглядываюсь повсюду, понимаешь? И прихожу я домой, в общем. Захожу, показываю дневник своей маме и отцу. И вот какая у них реакция на мои оценки. Господи, мама, пожалуйста, прости меня за двойку. И папа, мой дорогой. Не, пожалуйста, не бейте меня ремешком. Я вас очень сильно умоляю. Бежим! А-ха-ха! Да, сейчас за двойку убьют. По математике русскому. Пожалуйста, мама. Прости меня, то что я получил два. Я исправлюсь завтра же, не бей меня. То есть, стой, дядь, ты получил два, сынок. Получите мне по жопе. Ладно, все, конечно, я шучу. В общем, ладно, сейчас мы встретили толпу зомби, и лучше, кстати, вряд ли сейчас бежать. Сейчас я объясню, почему. Нет, не бьется, не бьется, не бьется. Сейчас я объясню, почему. Вот почему. Потому что такая сцена. А мы смотрим. И можно прокомментировать этот момент, кому если понравится. Что, прыгни что ли? Ты что, сбесился? Ёпта, да он же потонул. Короче, все. Все нафиг. Потонул наш Себастин. Игра окончена. Пойду-ка я того. Потому что... Ты что? Как? Игра что, окончена? Он что, утонул? Господи, почему? Я только хотел еще побольше поиграть. Ладно, конечно, шучу. Он еще не... Разумеется, игра продолжается. Разумеется, это просто так нас пугают разработчики. То есть, они делают такие моменты прикольные. То есть, чтобы игрок думал, что главный герой погиб. Что, в общем, как же он выживет. В общем, это интрига. Это все интрига, мальчик, в общем, ну и... Собственно говоря, что хочу сказать по поводу этого эпизода. Мне лично понравился. То есть, тут есть новое. Конечно, есть отсылки к Resident Evil 4. Есть растяжки, которые я даже не заметил. То есть, тут они их так ставят вообще офигенно. То есть, то, что меня бомбануло, я, наоборот, только рад. Я только рад, потому что, если бы я знал, где они находятся, это было бы просто неинтересно играть. То есть, вот такие вот дела. Ну, мы продолжаем. Мы проходим следующий эпизод. Этот эпизод назывался Выживший. И мы проходим следующий эпизод. Разумеется, сохраним игру. Так, вот у меня тут своя запись. Так, где мы сохранимся? Мы сохранимся здесь. Да. И сейчас мы пройдем в следующий эпизод. И перед началом этого эпизода мы посмотрим кат-сценку. Хотя она будет, в принципе, не как кат-сценка, как просто начало нового эпизода. Следующий эпизод, мальчик, ты знаешь. Он будет довольно тяжелый. Да, я его прошел в прошлый раз очень долго. Я в нем его проходил. То есть, час вспомни, да. Но сейчас я уже буду побыстрее, поскольку я знаю, что нужно делать. Да, то есть. В общем, не потонул наш Себастьян. Ну, в воду упал все-таки, да. Хотя, в принципе, он мог потонуть, поскольку, если тут воды по колено, то есть, да, то он мог, в принципе, просто разбиться. Потому что воды слишком мало. С такого-то расстояния упасть. То есть, да. Я волнуюсь. Я волнуюсь. То есть, вот тебе, собственно говоря, пример, что если ты получишь плохую оценку в школе, то просто тебя родители выгонят из дома. То есть, да. И ты также прыгнешь с окна. Потому что не захочешь посмотреть на гнев своей мамки и своего папки. И, собственно говоря, сдашься. Так что, вот, Когтях Чудовище называется третий эпизод. Давай, ломайся. Ломайся, чувак. Так что, давайте тут осмотримся, мальчик, да. О, баночка. У нас сейчас уже почти что 8200, да. И, наверное, уже стоит... Стоит купить что-нибудь. Так, что у нас тут такое? Шприц. Сколько у нас шприцей там сейчас получается? У нас еще одна аптечка есть. Офигеть, да. То есть, у нас 4 или 2 шприца, что ли, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну ладно, не суть. Скоро мы найдем одно очень такое охрененное оружие. Кстати, у нас сейчас в запасе есть дробовик. Ну, этот дробовик слабенький. Это, можно сказать, обрез. Он стреляет двумя патронами и потом идет перезарядка. У нас, кстати, хворяющий есть зажигательный болт. Ну, ты, мальчик, понимаешь, какое оружие мы найдем, раз уж мы нашли зажигательный болт. Да, разумеется, очевидно, это арбалет. Да, тут будет. Это офигенное оружие. Оно было в Resident Evil Code Вероника. Но его не было в 4-5 части. Жаль. Арбалет был, в общем, в... У Краузера в Resident Evil 4. А также он был у Аду Вонг в Resident Evil 6. И у Клэ Редфилд в Code Вероники и во второй части. Оружие хорошее. Хотя в Code Веронике им было довольно долго убивать, если честно. Вот такие вот дела. Так. Что у нас тут? Ну, поднимаемся наверх. И дверь сама по себе у нас открылась. Так, да, вообще. Так, у нас тут кацаны. Давай посмотрим, что у нас тут вообще будет происходить. И, как всегда, ставни с нами захлопнулись. Ну, и, собственно говоря, это сулит о том, что нужно идти дальше. То есть, да. Их раз говорит нам, ну иди ты, Кирыч, уже дальше. Иди давай, да. То есть, не останавливаюсь. Так, у нас тут можно применить, наверное, аптечку. Чтоб взять эту. Ну что же, третий эпизод у нас будет довольно посложнее, нежели чем второй. Тут будет не совсем лес, тут уже будет деревня. Это прямая отсылка к Resident Evil 4. К тому месту, где было толпище. О, господи. Толпище зомби. И тут у нас появляется новая ловушка. Да, новая ловушка. Это бомба. Таймер, который начинает реагировать тогда, когда мы встаем и близко приближаемся. Обезвредить её довольно легко. Просто нужно успеть опустить стрелочку, когда она дойдёт до синего деления и нажать на пробел. В общем, это делается примерно так. Сучка, блин. Ёпта. Первый раз. Первый раз у меня такое произошло. То есть, да, довольно сложно они обезвреживаются. Ну, бывает. Это первый раз у меня. Я лох. Пошёл и всё, скажешь. Лох. Такой ты, ты саму первую ловушку не обезвредил. То есть, да. Ну да, я лох. Что и сказать ещё можно, да. Я лошок. Я лошара. Так. Ну ладно, ничего страшного. В общем, в этот раз я тут не буду сильно задерживаться. Господи. Сука. Так. Вот это мы точно сейчас обезвредим. Да. Прямо в точку. Прямо в середину вообще. То есть, офигенно. Тут нас ждёт сохранение. Но мы сейчас ещё чуть-чуть попозже в него зайдём. Чуть-чуть попозже в него зайдём. В общем, эту бутылку будем бросаться. Не понимаю, откуда тут столько много бутылок вообще. То есть, тут чё, эти местные что, бухают, что ли, я не пойму. Или что у них тут трудные дни. Расстались с жёнами, что ли. Я вообще не понимаю, к чему тут они вообще бухают. Ну, в принципе, они старые люди. Они в деревне могут убивать. Господи. Да что ж такое? Что это за херня? Я второй раз перепрохожу, даже третий раз, и я не встречался с такой хернёй. Вот что это такое? Окей. У меня есть возможность не проиграть на... На той бомбе. Так что всё норм. Всё норм. Так, у нас уже 20 минут где-то прошло примерно. Ну, собственно говоря... Ну, разумеется, весь эпизод мы сейчас не пройдём, потому что, ну, я не успею просто-напросто за 30 минут. В общем, мы опять используем. Ну, и, короче, вот такие вот дела. Такие вот дела, пока не родила. Ну, в общем, мальчик, давай сейчас подожжём. Что у нас такое тут? Хотя, в принципе, к чему вообще, да? На, кошка. Чё ты не хочешь? Он просто не полностью разбил. В общем, такие вот, да, нас ждут неожиданности, так сказать. То есть, такие ловушки, которые просто невозможно заметить вообще. И это вообще будет просто бесить, сука. Я сейчас испугался вообще. Так, ладно, окей, обезвреживаем. Ну, я понял, как это фигню это обезвреживать. Ес. И эту херню тоже обезвредим. Это раз ты меня не проведёшь, сучка. Так. Возьмём спички. Так, ну, бутылки им брать не будем. Ну, бред, это бутылки всё это, да? То есть, да, хрень полная. Так, тут сейчас у нас можно сохраниться будет. Тут сохраниться, да? А мы сейчас идём дальше, и на этот раз я на эту ловушку не попадусь. Тут эта игра просто учит игрока исправлять свои ошибки в прошлом. То есть, да, ты попался на какую-то херню, да, ты уже знаешь потом, при следующем разе, что нужно на неё не попадаться и не попадёшься. Сейчас у нас будет тут ловушка. Мы, разумеется, не пойдём дальше, потому что я не хочу опять начинать заново игру. Так. Пошли вы, алкоголики, блин, тут они что-ли живут? Я что-то вообще не по нему, блин. Алкаши, хреновы, блин. Бухать меньше надо, и забухались, конечно, в зомби превратились. Таким бы... Вот таким и надо в доту играть. Без обид, Димыч. Так. Зайходим в эту дверь. Что мы тут ждём? Топорик. Ух ты. Да, вот я о чём говорил, топорики будут попадаться, да, и, собственно говоря... Чем-то вообще найдём. Осмотрим домик, да. Тут мы где-то должны найти арбалет. Ну, не именно вот вообще тут, да, то есть... Ну, примерно. Да что ж такое? Себастьян, да что у нас, ВДВ, что ли, служил? Чё ты на эти бутылки тебя так потянул, я вообще не пойму. Оставь ты их в покое. Вот этих, кстати говоря, нужно обязательно сжигать, потому что они потом могут встать. Скажу сразу, мальчик, ну, что мне говорить, ты и так знаешь. Тут будет босс. И ты уже, походу, догадываешься, какой это будет босс, да. Так. Будет обезвредим эту ловушку. Она бывает просто так непредсказуемо крутится, и на сложный... ...это непредсказуемость проявится ещё больше. Вот и мы нашли гранату. Кстати, ведь это граната немецкого происхождения, походу. Потому что она очень похожа на немецкую гранату ещё времён... ...великой... ...отечественной... ...войны. Ну, если я, конечно, не обшибаюсь. Так. Хм, окей. И просто... Господи! Сука! Я чё, ты пересрался вообще? Что это было? Ну, вот я... Я серьёзно, Пашенди, я когда проходил, я эти ловушки вообще не видел. Откуда они тут вообще взялись? Пипец. Я просто какой-то вообще не знаю. Ладно, у нас есть путь наверх. Собственно, вот туда мы и поднимаемся. Нужно очень аккуратно осматриваться. Потому что ловушки... ...ну, по крайней мере, пока не будет контрольной точки. Потому что это опасно вообще-таки действие. Да иди ты уже прямо. Ты чё? Тут также можно прятаться. Под кровать его можно залезать там. Себастин. Ну, какой под кровать? Ну... Что о тебе подумают люди? Что ты там дрогать, что ли, собрался? Не пойму. Эх, эх, позор. Себастин, Себастин. Что? Что это за голоса, я не пойму. Какой-то знакомый голос, кстати, да? Где-то мы такой уже видели. Ну, в общем... Это нам говорят разрабы на заметку, что... Вот, мол... Тебя зомби окружил, и ты вот сюда прячешься. То есть, да? Такие вот дела. Ну, у нас катсцена, давай посмотрим, что у нас тут будет. Кто-то там? Нет, не сжигай! Я не один из них. Я доктор. Марсело Геменез. Ты был в амбуленке, после революции, да? Да, мы счастливы, чтобы живы. Вы видели кого-то? Мой пациент Лесли. Я видел его, бегая вперед, но... Так, я сейчас юмора вообще не понял. То есть, как он сказал, вы кто? Что это за вы кто? У Себастьяна что, проблемы с памятью? То есть, он его видел, да? Ну, ты помнишь, первую самую часть он лежал в больнице, полный трупов, да? Они с Джозефом нашли его сидячим, и он Себастьяна его увидел. И сейчас он подходит к тому же самому доктору и говорит, кто вы такой? Это то же самое, что я просто погулял, да? Потом на следующий день, когда я прихожу домой и говорю, кто ты такой? Что это, где логика? Он же его видел. Что-то тут какие-то одни странности серьезные происходят, и меня это сейчас очень сильно уже пугает. У нас практически уже конец серии. Да, этого я в первой части немножко упустил. У нас только вот еще был механизм. Сейчас мы его, кстати говоря, активируем. Вот вот. А, ну я должен сюда идти. Как ты его не помнишь, что у тебя с памятью? Ты что, детективом, что ли, на работе, что-то не помнишь? Так, вот они эти... Зомби... Не знаю, какая у них вообще цель, кого они вообще хотят убить, то есть вообще любого, кто появится, или не знаю. Похоже, это доктор... Мартон, как там он, как там зовут? Ну, очень химинус, тоже хочет найти Лезли. Так как Лезли его пациент. И, короче, мы должны ему помочь. Детали, да. Давай опустим. Че, мы не можем опустить механизм, что ли? Вы издеваетесь? Так, я слышу. Что это? Самое обидное, что еще не было контрольной точки. Я боюсь. Да что такое, блин? Ты не подбирай от эти бутылки, чтобы... Блин, алкоголик, что ли, бутылки любит подбирать. Сразу вспомнил, Фашенди, как мы с тобой в детстве. Ты я, Ивасек. Так, крышки находили от бутылок, от стеклянных. И коллекционировали их. Да, было прикольно, но... Сейчас мы уже... Понимаем, что это была полная херня. Так, в общем, тут у нас сейчас находятся... По идее, должны какие-то зомбики быть. Я помню, в этой комнате были какие-то зомбики. Ну, окей, нет, так нет. Ух ты. Да иди, не бери ты эту херню, блин. Бутылки на каждом шагу. Ну, кто тут расставлял... Кто здесь работал над... Выкладыванием предметов в локациях? Алкоголик, что ли, какой-то, не пойму. Что он одни бутылки здесь кладет? Какие тут бутылки у них? Тут что, склад, что ли? Самогон на производство какой-то, что ли, не пойму. Скорее, вина производство, потому что тут в основном бутылки именно такие, такого фиолетового цвета. А фиолетовая бутылка у нас обычно что? Правильно. Либо шампанское, либо вино. Так, тут у нас сейчас где-то неподалеку... Да, находится... Сохранение. Собственно говоря, туда мы и направляемся. Следующая часть будет довольно напряженной. Возможно, у меня там немножко бомбанет. Я серьезно говорю, потому что... Ну, ты понимаешь, почему у меня там бомбанет. Так. Ладно. В следующей части пойдем вон в ту дверь. Опять эта медсестра. Да что ж такое-то? И опять она исчезает. Как богает, как будто. И опять какая-то... Наверное, очередной дневник Себастина. Я не понимаю, почему он не оставил свои записи в каком-то одном дневнике. Почему он в разных дневниках написал? Это странно. Эта рва вода очень странно. Находим какой-то фрагмент. Я, в принципе, не знаю, для чего вообще эти фрагменты нужны. Мы уже их долго находим. Также мы нашли какой-то странный ключ. В прошлой части, в конце, у какой-то статуэтки. И так, я не знаю, где он вообще применяется. Но, возможно, в будущем нам скажут, где именно. У нас дневник. Давай прочтем. Дневник Себастьяна Костеланоса. Декабрь 2004 года. То есть уже не 2002, а 2004. Первый день работы следователя. Моя напарница Майера Хэнсон. Просто огонь. Упорная и серьёзная. Такие женщины мне нравятся. Но с ней шутки плохи. Сегодня она едва не засекла, как я пялюсь на её задницу. Себастин. Ну, как не стыдно. Ё-моё. То есть... Теперь я понимаю, почему у тебя в дневнике были двойки. Потому что ты... Пярился на... Женскую жопу. Грубо так говоря. Да, мальчик, ты меня здесь извини. Ну, понятно теперь. То есть, почему у тебя двойки. Правильно батя с мамой сделали, что побежали за тобой, блин. Сам с тобой побегу. Ладно, шутка, конечно. Ну, в общем... В общем, отправляемся опять в эту больницу. И давай сейчас попробуем что-нибудь прокачать. Так, у нас 40-30 минута прошла. А, опять мы оказались здесь, да? Уже третий раз. Так, что мы тут найдем? В принципе, ничего... Ничего такого, что могло бы быть полезным. Блин, вроде бы больница, да? А двери тут как в этом, как в тюрьме какой-то, да? То есть... Меня это напрягает. Ну, ладно, мы сейчас прокачаем, наверное, бег, потому что нам предстоит долго бегать. И что-то в том роде. Ладно, идем. К этому прокачиванию с 9-900. 100 очков не хватило до... 10 тысяч. Ну, ладно. Так, давай посмотрим. Ну, сначала прокачаем... Бег. Уроновый окопаж на лечение шприцами. Здоровье. Две тысячи. Так, что у нас тут с оружием? О, можно прокачать скорострельность. Ну, все, больше нам уже... Хотя нет, вот хватает. Время перезарядки. Да, как я уже говорил в прошлой части, тут довольно больше возможностей прокачки персонажа, нежели чем в четвертом резиденте. Собственно, прикольно они придумали The Evil Within как отдельный проект, но мне кажется, что лучше бы они, то есть, Capcom сделали бы в отдельном проекте Resident Evil Operator Raccoon City. Потому что вот если смотреть на... Вот если, допустим, ты начнешь играть в эту игру, да? Ты вот играешь в эту игру, да? И не зная, как она называется, то есть, вообще просто чисто ты никогда не видел эту игру, ты не знаешь вообще ничего о ней. Просто тебе вот дали компьютер, да? Ты вот сейчас тебя посадили за клавиатуру, за стол, и ты просто играешь, и ты думаешь, что же это за игра. И ты сразу подумаешь, побегав по... Обезвредив Capcom, и ты сразу подумаешь, что это Resident Evil какой-то новый, да? А когда ты поиграешь в Operator Raccoon City, то есть, побежишь там по коридорам, всем вот этим вот, постреляешь в спецназ, то ты сразу подумаешь, что это какая-то обычная стрелялка. То есть, не знав название этих игр, ты подумаешь, что эта часть относится к Resident Evil, а та относится к какому-то другому, вообще отдельному проекту. Поэтому... Давай сохранимся, кстати. Поэтому я все говорю, это кто... Как нельзя сохраниться? Почему это? Почему это нельзя сохраниться? О, ух ты, можно пройти. Отлично. Давай посмотрим, что у нас там. То есть... Ээээ... То есть, немножко ошиблись разработчики, сделав операцию Raccoon City, к Resident Evil, а The Evil Within наоборот, как отдельный проект. Потому что я говорю это все к тому, что лучше бы они сделали наоборот. The Evil Within к Resident Evil в серии, а операцию Raccoon City как отдельный проект. Потому что операция Raccoon City напоминает больше какой-то Battlefield, нежели чем Resident Evil. Там вообще мало чего от Resident Evil. Там, в основном, какой-то кооператив из многих человек, там по 100 человек бегает. И просто стрелялка в зомби и в спецназ. Так, у нас есть один ключ. А, вот где применяется этот ключ, значит, в этих ячейках. То есть, да, получается. Ну, офигенно. Давай посмотрим. Удерживает, да? Ключик. А тебе что, пес, что ли? Что ты ему махаешь ключом? Что, дура, что ли? Мы тебя потом... Трахнем, потому что не волнуйся. Так, ладно, не в этом дело. О, патроны дробовика. Блин, ну, что-нибудь будет такое... Какой-нибудь предмет, там, какой-нибудь такой полезный, да? Пожалуйста, приезжай, когда тебе нужно. Ещё... А, у нас нужен ещё ключ. Понятно. В общем, мы должны, скорее всего, как я понял, по логике, за... В протяжении игры мы должны находить эти ключики и открывать эти ячейки, чтобы получить какие-то полезные предметы. Там может попасться всё, что угодно, ну и всё в этом роде. Ну, ладно, хватит рассуждать. Давай сохраняться уже. А то время уже прошло довольно много. Минут 35 точно. И давай сохраняться. А я, когда проходил сам, вспомни, когда я... Ну, прошлое прохождение, которое стёрлось, удалилось. Я не находил этот ключик, то есть, да? Я не находил. И, собственно говоря, не попадал туда. В когтях чудовищ. Мы сохраняемся вот... Здесь. Всё. Ну, что же, на этом всё. Подходит к концу наша вторая серия второго сезона прохождения сериала. Зои Увизин. Надеюсь, тебе понравилось. Надеюсь, тебе понравилось, как меня бомбило. Ну и всё. В этом роде как. Сейчас. Пыскник возьмем пистолет. Он перезаряжаться не будет. Ну что же, увидимся в следующей части. Мальчик, оценивай видео. Да, наши лаги, конечно, были. Но всё-таки тяжёлая игра. Что в этом роде. Ну, удачи тебе. И пока. Оценивай видео. Ставь мысленные лайки. И говори мне, что тебе понравилось, что тебе не понравилось. Ну и всё в этом роде. Удачи тебе. И пока-пока. До следующей части. Субтитры сделал DimaTorzok